Вестник Кавказ 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 каких-то информационных успехов в борьбе за умы и сердца северо-кавказских республик. Исподин Ильич, на Ваш взгляд, информационная такая составляющая, то есть канал специально, который идет на русском языке, нужно ли ему противодействовать как-то? Нужно ли какое-то контрпрограммирование, контраргументы предъявлять, относиться к нему серьезно или нет? Вы знаете, я думаю, что это не только инициатива Грузии, это инициатива и той страны, которая очень сильно поддерживает Грузию, это Соединенных Штатов. И это продолжение той же политики, которая ведется определенными силами, это расколоть Северный Кавказ от России. Конечно, можно сидеть и говорить о том, что только критиковать Грузию, только говорить о том, что все то, что делается, это очень слабо. Но я думаю, что это будет, по сути, неправильно. Всегда надо оценивать своего противника и оценивать реально. И не говорить штампами, которые загубило целую страну, и продолжать эту политику. Очень грамотно и профессионально работает это телевидение. И это тоже факт. Если сравнивать то, что делают наши средства массовой информации, и что делается в этом направлении в ответ, мы увидим, что крупная страна с огромными ресурсами, очень много инвестирующих в Северный Кавказ и поддерживающих страны Южного Кавказа. Но конкретно сегодня не противопоставило в этом телевизионном отношении то, что бы пропагандировало преимущества, скажем, или успехи, которые есть в Северном Кавказе. Конечно же, они есть. Если мы будем исходить из того же интернета или из той информации, которую мы слышим в Москве, в Северный Кавказ, ну страшно туда ездить. Все люди думают о том, что там кроме взрывов, кроме убийств, ничего там нет. Единственное, некоторые интернет-порталы, допустим, Вестник Кавказа, которые и другие показывают именно позитивные изменения. Я думаю, что, еще раз, не хочу много времени отнять, не критиковать надо просто, недооценивать надо, а оценивать надо и понять, что ведется очень большая работа, и в ответ этому надо еще лучшую создать, чего пока я не вижу. Мне кажется, что очень хорошо коллирируется здесь работа этого первого Кавказского канала грузинского, который работает на Северном Кавказе, в основном ориентирован, с вот этой инициативой грузинского правительства отменить визы для людей, которые проживают на Северном Кавказе. Я специально узнавал статистику, сразу после, ну там через месяц, по-моему, после отмены этих виз, количество людей, которые стали пересекать границу, российско-грузинскую границу на Северном Кавказе, увеличилось в 7 раз. Не знаю, как сейчас, но думаю, что примерно, ну тенденция понятна. То есть людям, которые живут на Северном Кавказе, у которых есть родственники, допустим, в Грузии, или они могут проехать в Армению, например, да, через территорию Грузии, там к своим родственникам и так далее. Им не нужно теперь получать либо визу в Москве, в швейцарском посольстве, для того, чтобы попасть в Грузию, либо не надо ехать в Москву и лететь в Тбилиси самолетом, чтобы там, где можно получить визу прямо в аэропорту. Понятно, что людям это удобно, они пересекают границу и таким образом, опять-таки, да, создается вот такой образ страны, которая думает о людях, которые живут на Северном Кавказе, об их родственных связях и так далее. Вот, Алексей, с вашей точки зрения, насколько все-таки оправдан этот шаг со стороны Грузии, и насколько он действительно создает у этого населения, которое может пользоваться этой услугой, такой образ приятной страны, которая вот открывает свои двери перед россиянами. Ну, это тоже часть большого пиар-проекта по созданию позитивного имиджа Грузии, и вполне укладывается информация, плюс отмены виз, плюс создание комфортных условий для пребывания на территории Грузии граждан России, проживающих на территории, значит, Республик Северного Кавказа. Цифры в семь раз, да, я тоже видел ее в интернете, тут только вопрос абсолютных цифр, насколько это велико значение, то есть, как соотносятся цифры, сколько было, потому что можно один умножить на семь, получить семь, да. Да, вот здесь лукавые цифры. Безусловно. Ну, даже, допустим, да, что цифры эти выросли в серьезных значениях, показателей, мне кажется, что этого бояться не нужно, нужно просто уже здесь вопрос к России. Хотим ли мы, действительно, чтобы нас не рассматривали в Грузии, как людей, которые запрещают грузинское вино, продажи на российской территории, вводят ограничения для боржоми, создает препятствия для своих граждан в перемещениях с определенными территориями Грузии, как вы правильно отметили, там есть и родственники, что, в общем, тоже создает определенные такие точки напряженности психологической. Когда мы это все определим и решим для себя, что, ну, хорошо, да, мы не приемлем Саакашвили, но грузинская производитель и Грузия как таковая, как объект туризма и объект инвестиций здесь совершенно ни при чем, тем более российские объекты там все равно присутствуют. Россия по инвестициям в Грузии, по-моему, второе место. Да, даже несмотря на августовский конфликт. И сразу станет понятно, что здесь есть какой-то с нашей уже стороны субъективный момент, еще раз подчеркну, не восприятие Саакашвили, да, он для нашей элиты как партнер по переговорам неприемлем. Но как раз нам надо проявлять, с моей точки зрения, первые шаги, которые бы показали теперь уже жителям Грузии, что Россия для вас это рынок, Россия для вас это возможное трудоустройство, те граждане, которые не находят себя в Грузии, приемлемое место работы, это место для образования, для учебы, это источник карьерного роста. То есть, пусть это даже пиар-ход с Саакашвили, но нам отвечать нужно не ограничительными мерами, а по большому счету разумным привлечением, превращение отношений между Грузией и Россией на каких-то новых смыслах, новых мотивах в общественном проекте. И тогда, я думаю, что и Саакашвили покажется для нам уж не столь значимой проблемой. Исмонат, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это делается в ответ тому, что, хочу говорить о Таиде, мы знаем, что многие граждане Грузии, определенных территорий, получили гражданство России. Но с другой стороны, нет у нас двойного гражданства, если с некоторыми странами. Значит, мы вмещались в внутренние дела государства. Я думаю, что это в первую очередь ответ к этому. Вы сделали? Вот мы тоже будем делать. Но я думаю, что если это делали, когда-то сделали, это нарушение было закона. Продолжение этой же политики не приведет к улучшению отношений между этими государствами. А эти государства и народы абсолютно не чужие. И в течение не 50, а даже не 60, а 200 лет это было одно единое государство, сейчас независимое государство. Но это не говорит о том, что обязательно между населением этих двух государств должно быть противостояние. Я, честно говоря, и глубоких причин, ни экономических, ни политических, не вижу. Даже резонности в этом не вижу, целесообразности в этом не вижу. В моем понимании вопрос тоже не только в Саакашвили. Скажем, сегодня Саакашвили уйдет, придет другой человек. Но кто бы ни пришел, вопрос территориальной целостности Грузии всегда будет главным вопросом для всего грузинского народа. И продолжать ту политику, которая когда-то началась, я думаю, что не стоит. Я думаю, что надо все-таки признавать свои ошибки, делать выводы и строить с тем народом, с тем государством, который был очень близким. Не только партнерам, но и братским родственным народам. Надо вот эти препятствия, не сразу, конечно, но со временем, идя на обоюдные компромиссы, но привести в соответствие. Потому что то противостояние, которое сегодня есть на Южном Кавказе, оно невыгодно ни Грузии, ни Азербайджану, ни Армении, но и в первую очередь для России. Потому что этим пользуются, как мы видим, открыто явно. Те страны, которые очень далеко находятся от нас. И когда они вмешиваются в это, может быть, какие-то политики вроде Саакашвили от этого выиграют, но народы от этого только проигрывают.